всем привет сегодня мы посмотрим на т-класт f7 покупал его для того чтобы можно было куда нибудь дорогу взять но сейчас у меня сгорел системный блок на котором я рендерил видео для канала его получается сейчас бы я бы его не взял уже а взял бы наверное что-нибудь с дискретной видеокартой но так сейчас нужно будет либо подбирать и ноутбук дискретной видеокарта либо системный блок какой-нибудь бушный брать вставлять туда видеокарту и рендерить там новое видео ну либо покупать материнскую плату но она старая у меня еще на сокете м2 плюс короче суть не про это давайте мы его сейчас распакую потом уже посмотрим я с ним несколько дней поиграюсь и расскажу уже детально и что мне понравилось продавался он по 299 99 герб с распродажа по моему до сих пор идет в других магазинах там 300 чем-то там 320 можно купить и по моему тоже было где-то еще на бангуде еще они были по моему по неплохой цене но я покупал на гербесте коробка мне очень сразу понравилось и я блин влюбился сразу вот как бы вот такая вот в грани тут ничего нету но с обратной стороны вот здесь у нас характеристики т-класс модели всем вот так чтобы видно было и всем здесь у нас ссылки на сайт и какая-то еще техническая характеристика то есть 5000 миллиампер часов вот выглядит очень круто все вот это вот бачком вот так положу здесь все мягенькое то чтобы он сверху не поцарапался он находится в такой вот пакетике тонкий очень тонкий очень тонкий очень круто выглядит снизу вот здесь у нас отсек для чтобы можно было вставить дополнительные ссд м2 формата вот или здесь поменять здесь находится создану то мы потом посмотрим вот давайте в общем я сейчас давайте посмотрим комплектацию все-таки уже потом будем в конце видео рассказывать через несколько дней до запишу как что вот здесь у нас какие-то бумажки инструкция ну в общем use full reminder какой-то вот коробка выглядит ну конечно круто вот это все здесь у нас блок питания запакован здесь больше ничего и здесь позже больше ничего то есть получается блок питания и ноутбук ну и небольшая инструкция вот так смотрим здесь у нас так input что 240 вольт 50 60 герц output output 12 вольт 2 ампера то есть в принципе вот такая вот зарядочка и немного изменил ракурс давайте посмотрим сразу русских букв здесь нет клавиатура нажимается хорошо говорят то есть я смотрел обзоры когда что вот эта вот крышка она болтается но она довольно таки жестко стоит да действительно болтается но мне кажется что она будет болтаться у многих представителей таких ноутбуков вот поэтому для меня не критично я на к основном буду буду пользоваться его на столе на коленках наверное будет все таки редко но пользоваться поэтому я не думаю что это какая-то проблема есть защита на стекле я так понимаю пленка от это вот указано все класс ну и давайте посмотрим теперь здесь вот такая вот крышечка чтобы можно было его открыть так одной рукой открывается одной рукой отлично но это еще раз попробуем да отлично и давайте теперь посмотрим что у нас тут по граням передняя грань такая вот хорошая с выемкой внизу у нас вот так уже смотрели с левой стороны это у нас получается hdmi и вот такой вот резинка заглушка какая-то или что это как она открывается вообще открывается ли это или что это такое вообще а это заглушка usb 30 отлично сделали с заглушкой класс вот единственное что у заглушки у этой нечем ее подковырнуть и нужно его так наверно вытягивать снизу вторая сторона разъем для карты памяти у меня на 128 гигабайт есть здесь памяти по-моему 128 и 128 еще будет то есть на 128 и вот здесь еще одна заглушка еще одну изби должно быть как только достать так неудобно вот это вот достается у них нету чем подковырнуть их вот ножом отлично подкорнулась то есть всего два юсби с той стороны и с этой по одному юсби 2 вот ну в принципе мне будет его достаточно вот если кому ну это такой походный вариант то есть он очень тонкий легкий походный вариант чтобы можно было брать с собой в дорогу небольшой производительности здесь не особо будет много но очень мне нравится пока и так пользуюсь я ноутбуком уже практически неделю ну чуть-чуть может больше может меньше там один-два дня в общем я очень доволен им реально доволен но есть конечно здесь минусы радик ну из-за которых можно конечно его работает он быстро даже несмотря на то что здесь процессор celeron он довольно таки быстро отрабатывает загружается все быстро 6 гигабайт оперативной памяти вроде бы немного но с многозадачностью справляется то есть и работает довольно хорошо повесил такую шторку из закрывать камеру которая была куплена на запасе ну давайте посмотрим вот запустились у меня здесь было запущено уже приложение видите как бы все и он был выключен и пролежал целый день заряд у него давайте посмотрим стопроцентный то есть ему зарядка было все он был отключен все в отключенном состоянии прыгнуть энергию не потреблял давайте поразрешаем я его брал специально для таких за целей как работать можно было в дороге то есть он не для игры изначально скажу но некоторые игры идут пока загружается world of tanks хотел сказать про экран экран сочный красивый то есть я убрал пленку все отлично но в некоторых моментах мне кажется что плывут буквы и глаза от такого экрана немного устают все таки и я не знаю с чем это как бы связано потому что вроде все четко но когда ты долго играешь на нем там полчаса 40 минут и ты иногда начинаешь замечать как будто плывут буквы потом ты там две минутки три отдохнул и все и опять буквы четки то есть либо какая-то там может какая-то автоматическая настройка и она искажает ли ну я еще не разобрался почему так происходит но либо либо действительно у меня глаза так они устают и кажется что они буквы немного плывут но вот данный момент допустим я вижу все четко четкая картинка четкие буквы все отлично ярко сейчас на 50 процентов давайте добавим я давно не заходил в эту игру но тем не менее танки запускаются танки здесь работают и довольно таки неплохая картинка и можно играть единственное что я смотрел по другим обзором говорят 6 часов средней работы видео просмотре 6 часов нет включенным вайфаем у меня больше четырех часов не получалось смотрите как живо все работает 65 фпс 55 фпс я не знаю видно вам или нет все гладко работает давайте я немножко тише сделаю чтобы было то есть но звук вы поняли да давайте чуть-чуть вот так сделаем вот звук отличный и можно смотреть фильмы слушать музыку звук хороший даже в шумном месте будет хорошо звучать работает быстро все и картинка причем ну качество как качество графики довольно таки неплохое это по умолчанию я ничего не менял как загрузилась так и загрузилась и скорее всего на минимальных но довольно таки все неплохо сейчас закончим бой посмотрим какая была графика здесь какую он выбрал графику и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Sony Vegas тут работает отлично, Photoshop здесь работает Все приложения основные для Windows здесь работают и работают довольно-таки неплохо Даже отлично, я бы сказал И мне очень нравится, в плане того, что работает, не придраться По поводу тачпада, в некоторых роликах писали, что там какие-то нажатия фантомные, еще что-то То есть у меня все отлично работает, тачпад отзывается быстро, я не знаю Я претензий к тачпаду не вижу, у меня был HP 650, так там тачпад работал хуже, чем здесь То есть здесь мне все отлично нравится и все работает классно Далее, ролики производят, то есть все видео Это смонтированный ролик, который мы только что запускали в Sony Vegas Вот он смонтирован Давайте звука добавим, звук отличный И вот такая вот гарантия качества для проверки Вот, ну реально не придраться Работает, в Windows работает просто изумительно Все приложения, Photoshop Ну в общем, все, что я не запускал, все здесь работает и работает довольно-таки быстро Я не такой пользователь графический, чтобы нагрузить какие-то рендеры Тысячегигабайтные делать Ну это не про меня, поэтому для меня это все работает очень быстро И я как бы не знаю, чем его нагрузить Так, чтобы он, бывает там немножко он притормозит, задумается Но так это очень редко бывает Поэтому то, что мне нужно, оно все здесь работает И это реально идеальный Плюс он очень легкий, то есть он реально пушинка И даже, ну немножко тяжелее, чем Чувих А10, который я брал для этих целей Ну давайте расскажу немножко о минусах Минусов здесь немного, но они есть, чай Во-первых, здесь у нас два входа рядом Давайте я вытяну мышку Вот, два входа рядом Питание, получается, я специально его не вытягивал И наушники, они рядом И можно вставить просто в наушники питание И думать, что ты заряжаешься и не заряжаешься Так было у меня, когда я вставил Я не смотрел, что здесь две дырки находятся рядом И я просто вот так вот поставил ноутбук Врубил, так, где тут дырка Вот, намацал дырку и зарядку и погнал Прихожу, а он разряжен И смотрю, не заряжается А стоит в розет, почему не заряжается Тогда смотрю, а тут оказывается две рядом дырки Поэтому нужно быть внимательным И вставлять именно в ту, которая нам нужна По поводу батареи Здесь, ну, у меня больше четырех часов То есть, 4.20, 4.30 у меня не получилось Мы с вами тут, не знаю, там, минут 20 общаемся Вот уже 20% нет Это мы запустили игру Запустили Vegas, IntelliG То есть, 2-3 часа Ну, для меня это как бы нормально Но если в пути, там, автономности Конечно, это не хватает На полной яркости у меня не получилось Выжать больше четырех часов Я допускаю, что будет 6 часов На затемнение, то есть, на 50% допустим Просматривать Но у меня глаза так устают Поэтому для меня вот такой момент был важен Вот, и последнее, что меня прям бесит И я, ну, не знаю, то есть, пару раз я неделю пользуюсь И я до сих пор к этому не привык Это кнопка выключения вот здесь Я ее постоянно нажимаю То есть, и ладно бы, она работала как-то Я не знаю, можно ли ее отключить Я буду искать еще Вот, но я ее То есть, фантомные нажатия у меня Вот я два раза нажал Она не сразу загрузилась То есть, у меня фантомные нажатия постоянно Если бы ее хотя бы сделали Оставили здесь Но сделали, что простым нажатием Нельзя ее выключить То есть, чтобы я нажал и подержал Для того, чтобы выключить ноутбук Вот, также нажал и подержал Для того, чтобы включить А здесь просто ты нажатием И я дилейт нажал Вот, промазал постоянно Вот сколько я не пользуюсь Каждый день по 15 Ну, в начале было раньше Сейчас я уже задумываюсь Если надо что-то удалить Моя рука несется сюда И задумывается Какую из этих кнопок нужно нажать И это как бы, ну, потеря там Несколько секунд времени Но, тем не менее Все равно Я еще неделю пользуюсь Каждый день Понемногу И все равно Все равно я нажимаю Это выключение Постоянно То есть, ну, я уже не знаю Что делать Как бы с этим Не нашел пока информации Как ее отключить Или вообще Если я ее отключу Как я буду включать Компьютер В общем Это просто бесит Просто бесит Далее Еще один момент Который из минусов Я хотел сказать То есть, он металлический Он очень классный И Но здесь минус Вот это вот Тоже металлическое И у меня Допустим Вот часы То есть, этот металл Этот алюминий Очень быстро поцарапается То есть, часами Постоянно вожу И оно царапает Вот Пока еще царапин не видно Я стараюсь Там не забываю Но вот часами Вот такая вот ситуация Есть Металлическая По поводу нагревания Нагревается он немного Вот нагревается Он в этом районе И всегда Ну, достаточно тепло Можно разместить На коленях Нагревание Я могу отнестить К плюсам Потому что он Нагревается не сильно И он предназначен Для того, чтобы Его таскать С собой Там и Часто на коленях Сейчас давайте Отключу винчестер Вот Его формат Подразумевает То, что Его часто нужно будет Устанавливать на колене И допустим Вот у меня сейчас Шорты Летнее время Без проблем Даже если ты запускаешь Что-то Какие-то Приложения Там Те же танки Запускаешь Он не греется И довольно-таки Комфортно То есть Да, ты чувствуешь Что он здесь Тепленький Какого-то дискомфорта Это не доставляет По поводу экрана Что он болтается Говорят Он болтается Да, то есть Немного есть У него такое Пошатывание Но это не критично И даже на коленях То есть Ты установил И все Ты можешь работать Единственное Что вот Вот так Допустим Мне нравится Вот я установил Он пошатывается Но не больше Чем я его шатаю Здесь Но если резко Расшатывать Конечно Он открывается Уезжает дальше Я не вижу в этом Проблемы Вот И Все отлично Можно на коленях Вполне Отлично работать Вот так вот Крышечка открывается И у нас Внутри Здесь находится SSD-диск Небольшой На 128 гигабайт Какая фирма Т-класт SSD То есть Т-кластовский Фирменный SSD-шничек Здесь находится Вот мы его Можем аккуратненько Достать Небольшой Вот такой вот SSD-диск Вставляем его обратно Закручивается он Прямо То есть Не отдельно Здесь болтиком А закручивается Этой же крышкой Здесь кстати Каушин какой-то Вот Обережно Обережно Вот Вставили Ой Промазал Эти SSD-диски То есть На 120 гигабайт Он стоит Там порядка 100 долларов Поэтому Расширение Пока я не думаю Расширение памяти Но очень хотелось бы И возможно Со временем Просто поменяем На что-нибудь большее Более объемное Потому что Мне он очень понравился Вот Заглушечки давайте Поставим обратно Очень легкий Очень компактный Мне очень понравился Я даже купил сумку Уже для него На распродаже В JD Вот Но прислали Вместо Сумки Для него Прислали Маленькую Сяомишную Сумку Поэтому Пока еще Жду Написал Там продавцам Жду еще Подводя итог Хочу сказать Что аппарат Получился Довольно-таки Офигенный Классный И мне он Очень-очень нравится Даже несмотря На вот эту Кнопку Выключения Которая иногда Так выбешивает Что хочется Там лом Вогнать Потому что Он хоть и Загружается Быстро Но все равно Вот это Момент Этот Включением То есть Ты работа Работал Вместо Делейт Опять нажал Выключился Вот блин Опять его Включаешь То есть Этот момент Ну как бы Да Вот нам 3-4-5 секунд Ты теряешь На включение Обратно Вот И это Немного-немного Выводит из себя Вот В остальном Все получилось Идеально Просто Ну очень классно Ну там Дырка Это тоже Можно закрыть Глаза И мне очень-очень Понравился Он И я им буду С удовольствием Пользоваться Такой вот он Тоненький Легенький Таскать его С собой Легко И Ты получаешь Довольно-таки Быструю Шуструю Машинку Не игровую Но для работы Это реально Я считаю Для меня Идеальный вариант Для работы Вот Если где-нибудь В дороге Попрограммировать Немножко Поучиться Или еще что-нибудь Аппарат Действительно Очень приятный Я его смело Могу рекомендовать Он мне очень понравился И я думаю Если вы его купите Вы не разочарует Но Как бы Некоторые Минусы Которые озвучили Для меня Оказались Совершенно Не минусами И они Не такие критичные Это тачпад И Немножко Пошатывающаяся Крышка Для меня Это как бы Оказалось Совсем Не минусом И она Не так Сильно Шатается Как Описывали И в работе Это Сильно Не мешает Это вообще Для меня Не мешает Вот На этом у меня Все Ставьте лайк Подписывайтесь До новых встреч И удачных покупок